Итальянец с белорусской душой и удивительной любовью к русской культуре. Именно так за границей называют Эммануэля Хендрикса. Под необычным творческим псевдонимом скрывается молодой художник Виталий Одинцов. Совсем еще ребенка вместе с родителями он уехал из родного жлобина жить за рубеж. Однако это нисколько не нарушило его связь с культурой и традициями, в которых он вырос. Сегодня Виталий занимается уникальным видом творчества – росписью с усальным золотом по оргстеклу. И создает в своей мастерской портреты легендарных личностей российской истории. Человек открыл, сам изобрел новый способ написания, новую технику. Это нанесение сусального золота на черное оргстекло. Почему мы еще обратились к этим работам? Нам показалось, что в преддверии Дня русского языка и Дня России эти портреты будут очень актуальны в нашем российском центре науки и культуры. Поскольку портреты, представленные здесь, изображают людей, поэтов, писателей, актеров, деятелей культуры, которые золотыми буквами вписали свои имена в мировую культуру. Со стены нас смотрят течи. Эти имена, дела и роли давно вошли в летопись искусства. Задумчивая Анна Ахматова, улыбчивый Евгений Леонов, яркий, интересный, неподражаемый Андрей Миронов. Портреты, благодаря особой текстуре нанесения золота, выглядят словно живые. Вот эти выставки его в Белоруссии видели только в трех городах. Это Гомель, это Минск и вот сейчас в Бресте. Причем автор обратился именно в представительство Россотрудничества с тем, чтобы эти работы увидело как можно больше его соотечественников. Работы Эммануэля Хендрикса известны зрителю практически всего мира. Его произведения искусства есть даже в личной коллекции Санта-Версачи. Открыть для себя творчество итальянского художника с белорусской душой жители и гости областного центра смогут до 10 июля. Выставка ждет своих посетителей в будние дни в Российском центре науки и культуры в городе Бресте.